В университете Радгерс, Сергей, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Добрый день, Гарри. Сергей, в новости об этих испытаниях, об испытаниях, как утверждает Пентагон, как будем корректно все-таки выражаться, как утверждает издание Financial Times, со ссылкой на свои источники, этим испытанием гиперзвуковой ракеты предшествовало обострение Вижно-Китайское море, Америка наращивает там свой военный потенциал, да, американские военные находятся на Тайване. На ваш взгляд, почему Джо Байден так обостряет отношения с Китаем? Всерьез ли он готовится к войне или он хочет этим сказать что-то другое и тогда что? В Вашингтоне сложился такой двухпартийный консенсус в отношении Китая. Он заключается в том, что Китай представляет угрозу американским внешнеполитическим интересам, американской экономике, американской интеллектуальной собственности. Всем известна история о том, что в китайских университетах создаются теневые лаборатории, в которых просто дублируются эксперименты, которые проводятся в американских университетах. Поэтому есть двухпартийный консенсус. Обе партии согласны, что Китаю нужно противостоять. И очевидно, что история с Тайванем, это союзник Соединенных Штатов в регионе. США показывают, что они не готовы сдавать своего союзника. Естественно, напряжение будет нарастать, поскольку Китай увеличивает производство этих авианосцев. Они, как говорят, военные эксперты, а не военные эксперты. Но, как говорят, военные эксперты пока не по качеству уступают американским по всяким военным техническим характеристикам. Но в плане количества Китай уже скоро сравняется с Соединенными Штатами по количеству этих авианосцев. В то же время, например, Соединенные Штаты... Вот, кстати, недавно Япония обзавелась своим собственным авианосцем впервые с конца Второй мировой войны. То есть Соединенные Штаты наращивают военный потенциал в регионе, дают возможность союзникам, в частности Японии, тоже нарастить военный потенциал с тем, чтобы показать Китаю, что у них есть военные союзники, которые, например, готовы защитить Тайвань в случае, если Китай решит его присоединить силой. Хотя, ну вот, я согласен с предыдущим экспертом из вышки, что в ближайшие несколько лет вряд ли Китай на это пойдет. Но, опять же, простая причина, и у США и Китая с ядерным оружием. Все-таки ядерные державы, они как-то не воюют. Сергей, до выборов противники Байдена говорили, что он китайская марионетка. Нашли компромат на его сына Хантера, который вел бизнес в Китае и якобы был задействован в налоговых махинациях. Я правильно понимаю, что Минюст в итоге так ничего на Хантера Байдена и не нашел? Ну, Минюст США это, в принципе, довольно независимая структура. Даже вот Трампу не удалось заставить Минюст сказать, что были какие-то нарушения на выборах, и выборы, значит, Трамп выиграл. То есть, если бы там что-то было на Хантера Байдена, а у него, ну, лично у него скверная репутация, он там известен тем, что он был там наркозависимым. Ну, правда, что любят американцы, он вылечился, даже написал книгу о том, как он избавился от своей зависимости. Вот. И, в общем, ну да, на Хантера Байдена ничего нет. Но, опять же, важный момент, что, например, вот этот торговый спор с Китаем, который затеял Трамп, и всякие там тарифы, пошлины, и там в итоге сделка, которую заключил администрация Трампа, собственно, с Китаем. Эту сделку Байден продолжает поддерживать и продолжает настаивать на том, чтобы Китай выполнял, значит, те условия, на которые он согласился в период администрации Трампа. Поэтому, еще раз, в Вашингтоне есть двухпартийный консенсус на эту тему, и какие-то попытки ставить Байдену какие-то шпильки. Очевидно, видно, что у Байдена такая же политика в отношении к Китаю, как у Трампа. А нужно ли в политике Байдена учитывать внутриполитический контекст, и как обострение отношений с Китаем влияет на имидж Байдена как президента? Ну, опять же, учитывая там, не знаю, негативное отношение к Китаю в вашингтонском внешнеполитическом эстеблишменте и в деловых кругах, я думаю, это только укрепляет позиции Байдена. И вот все мы помним, там, август, все говорили, конец света, Байден все профукал в Афганистане. Ну, прошло полтора месяца, все говорят уже о другой теме. И, ну да, действительно, неудачные процедуры выхода из Афганистана уже сейчас в Вашингтоне меньше вспоминают. И даже вот всякие эти опросы населения показывают, что с августа у Байдена, там, значит, его поддержка выросла. Поэтому пока у Байдена в этом плане его политика в Китае, в принципе, пользуется поддержкой. Сергей, большое вам спасибо. Сергей Костяев, преподаватель политологии в университете.